всем привет с вами диктофон и сегодня поиграем в игру под названием блонд ст д6 но в данном видео точнее мы будем смотреть прохождение элитного босса блунариуса на карте русло реки единственно вот я вот сейчас чуть немного задумался место интересно где тут русло и где река что это вообще такое тут такое мини лужа есть но это не река может быть учета высохла и у нас там вылезли динозавры может так это работает на самом деле вообще без понятия самом начале игры я использовал наш ящик чтобы конечно мы получили монетки что больше развивались и на самом деле такое вам небольшой спойлер расскажу в том плане что блин прошел ты еле как то есть его мне повезло довольно таки поэтому вот я что-то даже не знаю может быть есть тактики получше да наверное есть и мы попозже наверное будем о них говорить что можно добавить и что может быть больше вы даже урона наносила но так пока что я точно вам рассказать не смогу что лучше для нас но здесь как вы можете заметить у нас ограничения уже никак в обычном боссе где у нас была доступна каждая обезьяна по 5 штук а по 10 штук здесь у нас уже каждую по 5 то есть еще усложнилось еще сделали сложнее это конечно много обидно и да кстати сразу же но я потом вам еще напомню и хочу рассказать об одном косяке которым я вот сделал это когда создавал обезьяны обезьянополис я его уже потом не забафал другой деревней надо было поставить еще одну деревню прощать по нижней линии чтобы наш обезьянополис забафался и приносил еще больше монет а чуть забыл про это ну главное что я прошел вы если будете проходить то постарайтесь пожалуйста не забывать об этом все-таки это будет не лишние монеты которые может быть вам пригодятся вы сможете добавить что-то что будет наносить много урона и помогать вам для прохождения босса так что вот давайте сейчас как раз таки мы определимся точнее я вам расскажу как мы будем называть наши банановые фермы в этом видео в рандомайзере мне выпало число 3 вот как-то довольно таки часто мне это число попадается это уже такая мини закономерность получается а третий комментарий я еще кстати до этого на него обратил внимание типа ого ничего себе прикольно и вот сегодня смотрю и мне как бы по рандомайзеру именно вот этот комментарий попадается для такую валу так мне пришлось на чуть-чуть отойти теперь я снова с вами надеюсь что все в порядке все хорошо так что да просто мне там через час должно кое-что интересное пройти со временем конечно я вам обо всем об этом расскажу а так давайте все-таки уже определимся как мы будем называть наши банановые фермы это видео число 3 в рандомайзере опять-таки повторяю а у нас получается комментарий о том что наши фермы это больницы а бананы это больные ну видимо будем лечить бананы это написано ноунейм без галочки спасибо тебе большое за предложение то есть сейчас как раз таки знаете у нас осенняя пора началась погода портится постепенно у нас сегодня хоть вроде довольно таки тепло но погода пасмурная дожди и вот сыр противно и но это как раз таки знаете те времена когда заболеть и легче простого то есть это прям вообще такая погода фу нормально у нас как бы все у нас есть пять больниц теперь мы будем лечить больных и вас полечим если вы заболели поэтому ребята выздоравливайте я сам хожу я не знаю мне кажется у меня уже простуда перешла в какой-то как он называет стабильность знаете она прям уже максимально стабильно я болею то есть у меня нет того что я себя чувствую здоровым постоянно кашлю постоянно чихаю вот сейчас даже вот я кстати озвучиваю вам это вот видео и я когда записывал его я не отключил свой микрофон и вот я за вот эти много раз я сказал короче за вот эти четыре минуты записи я там уже столько раз откашливался это ужас поэтому ребят не болейте желаю вам всего самого наилучшего болеть нам не надо вообще не надо так что да тут я у нас поставил двух инженеров мой двух одного инженера прокачал до двух пистолетов и у нас две обезьяны с дротиками есть это у нас в принципе помогает хорошо дефать и пока что я прокачиваю наши а как это сказать аптеки наверно вот и рынке же это уже как ну типа аптеки прибольничные типа вот знаете когда ты ходишь в больницу и тебе это врачи выписывают купи вот эти таблетки здесь и вот да и у нас и такая вот штука получается прокачиваем постепенно потом уже будем качать шаролов у нашего инженера чтобы получать дополнительные монеты здесь я как раз таки в дальнейшем вы увидите я поставил несколько шароловов и я понял что блин реально стоит так делать почему и раньше до этого не додумался я иногда это использовал но очень редко а вот сейчас я как бы понял что блин можно использовать почаще то есть оставлю несколько инженеров качать до шароловов и дальше ведь у нас получается раунды где большое количество шаров и они все очень прочные как бы одной ловушки не хватает она как бы отдается и при заряжается тем временем пока одна ловушка при заряжается у нас другая работает и она тоже нам денежки зарабатывает так что прям тактика такая нормальная хорошая тактика но тем временем я пока что начал прокачивать наших флебусеров потому что они нам тут нужны все таки конечно всего пять штук на пять штук это вообще как-то не серьезно я вообще не понимаю зачем нам такое ограничение сделали дайте нормально пожалуйста поиграть нам прошу прошу так и вот сейчас вот кстати я вот думаю может быть на пятом классе надо было поставить снайпера по верхней линии и также ледяной обезьяна по верхней линии потому что они ведь у своими ударами ну увеличивает хрупкость как бы урон по моапам следовательно может быть так и с боссом работала что для нас было бы хорошим преимуществом тогда ладно как есть так есть тем временем мы уже доходим до 34 раунда то есть до босса уже остается 5 раундов на данный момент и у нас как бы есть пять таких больничных аптек уже есть такой шарлов который нам приносит хорошие деньги и мы сейчас прокачиваем наши персональные надбавки конечно может быть стоило может быть сейчас вот я понимаю что надо было качать не всем вот эти вот персональные надбавки а сразу же пытаться накопить на торговую империю чтобы забавить всех флибустьеров ну ладно как есть так есть невелика потеря все у нас идет нормально и вот как я кстати и задумывал первый класс прошел без каких-либо проблем в дальнейшем вы увидите все у нас вообще вышло хорошо и все нормально то есть у нас остается всего два раунда деньги у нас идут очень хорошо ты ставлю алхимика чтобы он свинец наш добил а то как бы у нас с ним проблема можно было бы конечно еще флибустеров поставить флибустеры бы хорошо и спокойно бы совсем разобрались чем как прокачать их просто посередине на 2 и тогда они наносили много урона причем огненного так и все 40 раунд у нас начинается мы перезаходим чтобы удостовериться чтобы все у нас было хорошо и нормально и чё я вам тут хочу рассказать надо быть а все вспомнил чего вам хотел рассказать так это о том что я здесь играю без ускорения как вы можете заметить потому что обычная боссов как-то прохождение боссов ускоряя потому что они выходят очень длинными здесь же элитный босс опять-таки вышел на 40 минут конечно прошло еще вроде вышел на 30 минут то есть этот немного подлиннее но все равно факт в том что быстро реально очень быстро все получилось все очень нормально и мне даже нравится вот такая вот тенденция я хочу чтобы она продолжалась так что да ставим мы тут нашу деревню бафаем ее немного чтобы нас обычно обезьяны были сильнее ставим примаглефов и также я хочу еще поставить а бомбометатель по нижней линии потому что он тоже будет наносить хороший большой урон и после этого мы как раз таки сможем копить на дальнейшую прокачку наших флебустеров то есть вот как бы вы можете посмотреть что у нас одного одной вот липки липкой бомбы обезьяны ниндзя хватает чтобы уничтожать прям вообще нормально и я вот когда кстати мы сейчас вот когда прошел босс я решил посмотреть как другие люди проходили его и я увидел что люди на первом классе уже ставили зону шпилек и ставили еще куча различных обезьян ну то есть прям много тратили денег а примерно ну тысяч тридцать если не больше то есть прям вообще у меня же ушло ну тысяч двадцать с чем-то то есть может даже поменьше как бы может быть мне даже хотя не знаю в любом случае все нормально все хорошо главное что прошел и здесь я уже начинаю ставить дополнительных шароловов пускай они будут здесь конечно какой-то период времени мы подождем потому что мы не сможем носить урон боссу так как он находится вне радиуса нашей обезьяны ниндзя пока что он находится но дальше там какие будут небольшие проблемки но как это даже вообще проблем то ноль просто немного ожидаем а пока мы ожидаем просто продолжаем прокачиваться вот посмотрите у нас три шаролова и как они дефают то есть они друг за другом там один заполнится другой начинает заполняться пока другой заполнится тот восстановится и мы как бы постоянно деньги получаем конечно вот когда вот получается очень много керамики очень сложно вот тут вот у нас прям вообще все нормально происходит без каких-либо проблем и мне это безумно радует здесь я конечно уже начинаю ставить нашу деревню чтобы мы прокачивали наши аптеки больничные получше по нормальнее ну для начала нам надо как бы исследовательские лаборатории больниц поставить я не знаю то есть мы там будем разрабатывать наверное крутые лекарства чтобы лечить наших больных будем стараться чтобы все у нас было нормально как бы мы хотим всего самого наилучшего нашим пациентам так что да именно вот так сейчас у нас 51 раунд как бы до следующего класса уже всего 9 раундов то есть немного остается но при этом у нас вроде бы все довольно таки хорошо то есть как бы уже получается две исследовательских лаборатории лекарств ну третью я бы тоже поставил флибустеры прокаченные очень хорошо 3 шаролова единственное я здесь опять довольно таки поздновато вспомнил о том что мы возле флибустеров можем поставить деревню и тоже прочтите по нижней линии и это будет дополнительно баф этих заработок что для нас но было бы очень хорошо как и мне кажется так что да ну как бы при этом у нас вообще нет никаких проблем так как ограничение по размещению различных у нас обезьян присутствует к сожалению поэтому чем богаты тем и рады быстренько все прокачались и это действительно знаете такой вот минус в том что у нас сначала идет очень хорошая очень такое быстро мы нормально развиваемся мы готовы дальше идти прокачиваться а потом просто заходим до лимита потому что ну как бы все больше мы уже зарабатывать не сможем те же самые флибустеры у нас размещены больницы тоже размещены чтоб получать ну дополнительные копейки можем посадить алхимиков по нижней линии чтобы они превращали шары в монетки может быть потом я буду тестить это чтобы в дальнейшем мы использовали мало ли это нам реально пригодится это будет прям круто при этом как бы еще друидов по посередине можно по прокачивать тогда мы будем получить с них дополнительные монеты потом снайперы посередине тоже нам дадут денег и там еще вертолетчик тоже нам будет давать дополнительные монеты без сам про чем посередине там вроде бы либо монеты либо хп вот что-то вот такое вот работает но в любом случае это это прокачка она довольно таки хороша для нас все прям нормально здесь я готовлюсь ставить наших друидов чтобы мы проходили с помощью их наш второй класс как бы денег мы накопили то по итогу очень много то есть вот вы можете посмотреть этом хотя продал нашу липкую бомбу на все равно получается то что мы поставили все что нам надо на при этом еще и остается большое количество денег на друидов на дополнительную прокачку еще что там деревню поставим еще алхимика в нормальное место чтобы он давал это зельки так вот сюда вы деревню посмотреть как деревня хорошо тут размещается прям вообще нормально так вот алхимика тоже помещаем он в принципе попадает в радиус всех друидов счастью и все нам идеально хотела монет теперь мы уже готовимся сражаться со вторым нашим классом и при этом уже откладываем деньги на наш абзинополис нам надо всего 25000 он вообще недорогой но потому что как бы сожалению немного больниц у нас в нем помещены множество больниц это типа знаете это уже наверно какие-то корпуса вот да это вот различные корпуса объединились в одну такую про масштабную большую больницу такая прям крутая его за ним еще поставим множество аптек и одну уль один ультра корпус это где у нас больничный централ еще у нас будет аптекарский уолл-стрит там мы будем управлять ценами лекарств со всего мира чтобы нормально так навариться и потом это все вкладывать в исследование наших же лекарств чтобы лечить всех больных увидите как я тут накрутил сюжет это кстати вот на втором классе я не проиграл вот да скоро вы это увидите счастью все разрешилось поэтому я вам сейчас тут советую но на всякий случай поставьте пару примаглифов или же наших бомбометателей вот видите вот здесь 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 я бы точно проиграл но при этом я был очень я так был спокоен но выглядел спокоен в голове то я конечно такой ой пожалуйста хоть бы не проиграй хоть бы когда я загрузил все мне было время это да реально время в принципе достаточно и обставил несколько таких вот примаглифов все у нас нормально они у нас нормально теперь и задефали ну как бы толком дефать и не пришлось и что-то толком не понял хотя не а вот здесь вот пришлось да то есть вот четыре примаглифа они прям хорошо очень нас спасли без каких-либо проблем мы смогли пройти второй класс но все еще один раз пришлось перезаходить но нормально к следующему классу нам уже надо бы поставить первого прогона ну так же думаю у нас не будет каких-либо проблем с этим сейчас наступит на 66 раунд и мы перезайдем чтобы готовиться все попрокачивать все расставить на свои места чтобы все у нас было хорошо такой раунд довольно таки долгий потом нам надо бы еще нашего инженера прокачать до ловушки xxl потому что все таки уже наступили те раунды где основное количество шаров идут именно через мабы то есть как бы шароловы уже не так полезны уже нужна именно ловушка xxl то вот продаем наших всех друидов алхимиков деревню наших примаглифов и у нас тут 100000 правда неплохо я вот здесь думал что нам лучше прокачать wall street или централ больничный сначала все таки решил поставить нашу липкую помпу потому что надо бы хоть как-нибудь обороняться добавил на всех случай одного примаглифа их вообще я их собственно время так полюбил и все его так вот оставляю и решил все таки наш больничный централ ультра мега корпус поставить сразу же после этого я начал ставить инженера чтоб потом его разгонять на разгонит централ наш и при этом вот сейчас я вам кстати как раз таки скажу а я вам советую возле обезьянополиса поставить еще одну деревню прокачайте ее по нижней линии потому что она позволит зарабатывать вашим строением больше ну кто находится в радиусе этой деревне и следовательно как раз таки наш обезьянополис будет больше получать монет так он нам где 1200 приносил а тут было бы больше поэтому вот да и вот кстати вот мне еще вот сейчас вот интересно тот факт что как вы можете заметить я поставил у нас четыре аптеки потом одну из них я доволю стритом докачаю мы как бы я это сделал для того чтобы бафнуть наших флибустеров и вот мне интересно если бы я поставил именно исследовательские лаборатории мы бы больше получили или нет то есть вот как это вот такая вот логика конечно вот тут я еще накосячил в том что надо также поставить возле флибустеров деревню и прокачать ее тоже по нижней линии тогда и флибустеры будут нам больше монет приносить а здесь я что-то аптеками забафал деревне нет неправильно делаю зато тут я начал ставить друидов посередине чтобы скиллами получать дополнительные монетки как бы они нам нужны тут даже по верхней линии немного прокачивал чтобы радиус увеличен потом понял что этот луком не увеличивает радиус поэтому я такой ой ну и ладно невелика потерям и без этого пожим но тут все равно в некоторых местах еще прокачивал все у нас идет нормально до следующего класса 7 раундов но мы должны накопить на владыку плазма чтобы пройти следующий класс желательно вот тут я вспомнил все усилил все улучшил поэтому накосячил конечно в одном месте потому что немного криво ее поставил там попробовал в другом месте разместить и теперь вроде бы уже все попадает при этом то ведь еще на наших друидов сработало так что про вообще неплохо нормально главное что хотя бы сейчас все получается все у нас нормально деньги копятся то есть у нас уже больше ста тысяч получается с еще целых пять раундов в любом случае ну в крайнем случае мы можем что-либо продать но продавать я не хочу так как карта тут длинная очень длинно ну как не очень но длинная и это нам дает побольше времени чтобы заработать при этом как бы третий класс он не сказать что прям такой сильный если мы поставим парагона то он спокойно таки у нас все задевает а тут как вы можете заметить у нас уже больше 200 тысяч конечно сейчас я буду прокачивать терпять обезьян с дротиками на это тоже у нас уйдет довольно таки большое количество монет ну нормально все идет как надо все идет задумано по крайней мере по моему плану которого нет просто у меня в голове вот такой вот что третьему классу надо ставить парагона на элитном боссе это меньше нервов и и надежно хотя бы потому что вы можете конечно пройти третий класс там ставя храм солнца добавляя там летучую крепость мэда еще что-то добавляю конечно вы сможете но с другой стороны вы может быть так и больше монет потратите и у вас будет меньше уверенности ну вот потому что когда вы ставлю владыку плазма и такой лучше третий класс мы пройдем все у нас будет хорошо без каких-либо проблем с другим уже конечно есть некоторые проблемки так все третий класс у нас начинается нам еще не хватает она буквально сто тысяч но сто тысяч это не так много это всего лишь пару раундов нам покопить и все как бы у нас уже 290 тысяч получается и постепенно мы все равно хоть по чуть-чуть ему урон доносим уже снесли ему почти 20 тысяч так что прям идем нормально стараемся так 10 тысяч всего остается и будем прокачивать наши прогона 30 степени он будет вот посмотрите все и нормально хороший урон пошел конечно с другой стороны я думал он будет быстрее как-то его сносить но все-таки 2 миллиона это вообще это немалое количество здоровья поэтому я все понимаю владыка плазма и так молодец потому что он там и бедов сносит еще всех и кстати вот кстати точно я же там почитал комментарии и мне в комментариях несколько людей написали что красные шары но моба это bfb bfb вроде так называются они надо запомнить надо запомнить что красный это bfb синий это муабы зеленый это зомги железный это ddt фиолетовый это беды ой офигеть вы понимаете где-то спустя полторы ну полтора года игры я хотя бы запомнил как они все называются ну потому что до этого как-то вообще не обращал на это внимание мне и без этого жилось спокойно третий класс успешно пройден все у нас нормально дальше к четвертому классу нам бы добавить еще нашего морского наварха чтобы уж точно было бы все получше все нормальные но мы должны все это успеть накопить у нас уже как бы вы можете посмотреть больше 200 тысяч сейчас я просто доставлю флибустеров чтобы они больше урона наносили к сожалению наш морской навар будет но не такой большой степени потому что ну во первых мы много их поставить то не можем и много урона они навряд ли наберут так как я еще буду парагоны ставить пораньше чтобы быстрее еще поставить несколько флибустеров чтобы они нам приносили побольше монет так как под двойным бафом то все будет у нас хорошо достаточно ну пока что также идем уверенно без каких-либо проблем увеличиваю нашего количества разгонов то есть я продал наших инженеров шароловов потому что сейчас они можно сказать бесполезные уже вот ультра точнее когда и ловушка xxl для нас еще полезная так как она очень вместительная она помогает с муабами разгоны мы уже будем использовать на наши больницы на наши аптеки чтобы ускорять лечение наших пациентов больных в 1 да так 94 раунд а мы уже накопили на полмиллиона участок накоплением прям все идет очень хорошо и может быть не бы стоило все-таки поставить а снайперов посередине вертолетчиков ну чтобы приносить хотя бы какие-то дополнительные монеты а может быть это бы ночи они бы окупились и может быть все равно какой-то плюс бы принесли но мне кажется он был бы не такой глобальный это было бы тысяч пятьдесят наверное дополнительных монет но хоть что-то вот знаете вам может быть они даже больше пригодились чем мне так создали нашего прогона 12 степень нормально нормальная степень 4 раунда до следующего класса тут я вот начинаю прокачивать наших флипбустеров параллельно как бы надо разгоны тратить стараюсь именно тратить их на аптекарский централ ой больничный централ аптекарский wall street и еще на оставшиеся аптеки конечно вот не знаю стоит ли его использовать на абзинополис то что это ему увеличивает радиус от 100 процентов но может быть он тоже нам больше приносить не будет приносить монет почаще точнее вот эти у меня конечно проблема знаниях так все поставили все нормально и готовимся к нашему четвертому классу точнее как готовимся мы так готовы у него 8 миллионов хп это очень даже много ну так как у нас тут еще теперь морской навар у которого такой очень крутой радиус атаки по по всей карте потому что у него тут летучие корабли есть прям такой элитный получается парагон очень классный я его прям безумно люблю поэтому я рад что последнее время у нас именно боссы на тех картах здесь вода потому что мы можем туда поставить это очень здорово при этом как бы у нас это получается дополнительный способ заработать оставив нашей дорогой империи так все и урона немерено мы наносим благодаря нашего парагона так уже пробили мы почти 3 миллиона хп ну лететь ему и лететь еще как бы поэтому уверенно мы с этим справляемся вот пятый класс это уже конечно же посложнее и пострашнее но скоро вы все это увидите сами мы можем так сказать его в какой-то степени прошли на донышке опасно немного было правда опасно ну вот я даже не знаю что нам стоило использовать бы чтоб получше справляться потому что когда я после прохождения смотрю как другой человек проходил то босса он там что-то проходил с двумя парагонами а на оставшиеся деньги поставил ну других вот обезьян он там вроде бога солнца поставил еще что-то вот так вот дальше я правда не знаю и неужели как бы это все так помогло но у каждого своя тактика как бы многие хоть не сейчас пишут что ним проходит по моим видео пытается делать как я и у многих получается я безумно этому рад что я могу кому-то помочь но все равно у каждого из вас со временем будет вырабатываться своя тактика свой стиль игры это хорошо это нормально и тогда вы уже сами можете распоряжаться всеми своими действиями и в одиночку у кого проходить боссов единственное знаете если какая-то затрудненность вы просто можете посмотреть у других людей куда они поставили парагонов вот такое вот бывает что иногда я вот такое могу посмотреть да размещают парагонов хотя но на большинство картах это все логично ну типа куда их поставили лучше а тогда но вот здесь на этой карте вообще понятно куда их надо было ставить где я в принципе ставил потому что это такая центральная точка где очень много часть карты перекрещивается пересекается между друг другом и парагоны будут наносить здесь максимально большое количество урона чем где-либо то было где были то было все я говорит разучился так заработали уже 750 тысяч тут у нас получается я вроде бы накопил на четырех парагонов да то есть я не поставил мастера строителя хотя очень жаль вот я не знаю что нам надо было бы делать чтобы ну нам хватило денег еще бы и на него все это прям как сложновато получается ну ладно как вышло так вышло в любом случае я прям сейчас не помню сколько по итогу у меня на 120 раунде было накоплено монет сейчас с вами наверное мы увидим дойдем у нас всего 4 раунда остается может быть вообще мне стоило поступить так что запустить наш нашего босса но при этом пока что не продавать наши больницы наши аптеке и что по мере его прохождения мы бы накопили еще больше денег и смогли поставить нашего пятого парагона чтобы он еще наносил урон хотя вот я не знаю вообще не знаю то есть как вот это все правильно и должно работать то есть до конца я конечно все не могу осознать все это для меня очень тяжело теперь мы уже готовимся к нашим пятом классу сейчас будем все продавать посмотрим как раз сколько у нас тут монет будет по итогу так продаем 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 так ну да у нас получается где-то полтора миллиона полтора миллиона это неплохо но это точно нам хватает на владыку плазмы они вот так плазу на господина глефа и на вознесенную тень и вот здесь я кстати вы даже не знаю может быть нам стоило поставить вместо какого-то из этих парагонов мастера строителя проверить эти турельки потому что степень бы у нас была бы неплохая так как у нас 11 ловушка xxl сколько урон то набрала очень много так что степень была бы побольше наверное как мне кажется у нас бы даже монет бы хватало поэтому может быть место в девятой степени прямо господина глиф вот сильный глиф и не помню наверно господин глиф надо было поставить мастера строителя ну ладно как есть так есть тут я уже думаю что нам просто размещать поставил нашего клей метчика посередине прокачать его чтобы он скилами ну благодаря его клеем мы могли больше наносить урона по шарам прокачал летучую крепость мэда что больше урона наносить тут еще поставил химика что бафать это как раз таки вот сейчас я вот думаю что а вдруг вот кстати я вот что-то сейчас прикола не понял типа блины я бы мог продать наших разгонов ну потому что сейчас эти разгоны они уже не такие крутые и ловушку xxl почему я вообще не продал ловушку xxl почему и как раз таки вместо ну деньги бы полученные мы могли бы потратить на ледяной обезьяну и на кого еще и на снайпера по верхней линии когда бы мы наносили больше урона по боссу по моабам ну ладно как вышло так вышло поэтому да все в любом случае будет хорошо тут мы уже снесли первые пять миллионов хп нашему боссу то есть много наносим мы неплохо урон то я еще немного тупился скиллами надо было наверное как только появляются эти меды беды как только появляются беды использовать скилл нашего морского наварха чтобы он хотя бы одного забирал к себе сразу же а то чё нам еще ждать когда это все начнется скилл клеймёчка я еще поначалу очень долго ждал ну как не использовал чтобы именно его начинать использовать на наши беды потом я уже его начал просто так это везде везде тыкать тыкать первые 10 миллионов мы уже снесли вроде бы пока что начала у нас нет хорошая то есть 1 4 уже снесена то есть пока что вроде бы все нормально при этом ему лететь еще ну приличное расстояние как мне кажется то есть все нормально но сейчас он улетит влево и как бы наши прогоны будут не так много ему урона наносить так как все таки это не совсем в их радиусе уже получается но все равно урон будет проходить но не такой масштабный как было все равно до этого так что да конечно стараюсь этот клей использовать постоянный все улучшения тоже вот стараюсь тыкать прожимать все нормально и у нашего босса на данный момент уже остается 23 с половиной миллиона хп то есть практически половину мы ему уже снесли то есть как бы идем такие нормально конечно может быть могло быть и лучше но я не знаю как это могло было бы случиться чтобы у нас стало все получше потому что все таки но прогоны они очень крутые и лучше могло бы быть если бы например добавили мастера строителя но нам просто не хватает на него монет тут уже вот так вот все вышло как бы не мы такие жизнь такая так все уже меньше половины хп нашего босса остается и я как бы знаете я не очень переживал за то что вот мы не успеем победить босса я больше переживал за то что мы не успеем уничтожить те шары которые будут вылетать из этого босса когда мы сносим ему какую-то лишь из шкал не за как правильно сказать но тут кстати наверное бы у нас все-таки правда пригодился мастер-строитель это я вообще пытаюсь анализировать потому что он ведь своими гвоздями я помню что он останел а муабы меня не помню мог ли он так их станет даже бедов насчет не их я не уверен но мне кажется он бы все равно их бы как-нибудь замедлил и для нас это было бы такое ну хорошее преимущество поэтому да может быть мы бы и смогли но пока что все равно идет все довольно таки нормально босс конечно уже далеко продвинулся ну прям очень далеко но у него уже хотя бы остается всего одиннадцать с половиной миллионов хп то есть мы ему уже почти снесли три четвертых всего его хп и остается уже не так много вот это вот мы шкалу сейчас пробьем и еще вот одну остается это конечно вот опасно потому что помните вот как мы предыдущих боссов то проходили у нас получалось что ну запасом времени оставалось прям все в этом плане было хорошо а здесь вот что-то как-то это немного на волоске немного сложно как то есть мы уже все поставили и я просто следил старался использовать скиллы разгонять как-то и все нормально то есть сейчас у нас будет последняя шкала я только из-за нее немного переживал чтобы мы уничтожили успели уничтожить всех бедов а дальше так уже это босса мы и так можем добить по логике без каких-либо проблем так вот как вы можете заметить они довольно таки тут далеко пролетают но счастью все равно мы их спокойно уничтожили тоже без каких-либо проблем то есть как бы они не прям не на грани были но близко они двигались к этой грани очень уверенно к сожалению и все меньше миллиона хп остается нашего босса совсем чуть-чуть так пух все мы победили победа элитный блунариус побежден башня размещено 81 шаров пробита 95 миллионов получен денег ну почти 3 миллиона монет объем звезда наш морской наварх 25 с половиной миллиона хп ой урона он нанес это прям много это прям очень хорошо право все в этом плане здорово давайте как мы посмотрим как-то у нас понес урона вот у нас морской наварх вы посмотрите влесеная тень то у нас 15 миллионов нанесла вот у нас и господин глеф не так много урона нанес может быть наш мастер и строитель нанес бы побольше урона да вот я не знаю как это точно но главное что мы прошли это и уже не будем как бы думать что лучше было бы сделать главное мы это пережили и все у нас уже в этом плане хорошо не дает мне сегодня нормально озвучить видео но главное что хотя бы сейчас я уже успела все договорить все что вам хотел это хорошо босса элитного мы прошли это тоже самое главное поэтому на этом я наверное буду заканчивать видео я надеюсь что оно вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока